Издательство Эксмо. Каролин де Мегре, Софи Масс. Старше, но лучше. Искусство взрослеть не старее. Возраст не имеет никакого значения, если, конечно, вы не сыр. Луис Бунюэль. Ты же знаешь, всё не так, как было раньше. Если ты просыпаешься и чувствуешь себя замечательно, а все вокруг говорят, что у тебя утомлённый вид. Если ты идёшь к дерматологу, чтобы проверить родинку, а он спрашивает, не хочешь ли ты инъекцию ботокса. Если 30-летний парень приходит на вечеринку и даже не смотрит в твою сторону. Если ты, оценивая его внешность, гадаешь, какой он любовник. Если президент Франции моложе тебя. Если похмелье случается у тебя чаще, чем в вечеринке. Если, говоря откровенно, ты предпочла бы заняться сексом в постели, а не в душе. Если ты идёшь в спортзал заниматься на кардиотренажёрах лишь для того, чтобы подкачать пресс. Если оказывается, что ты ежедневно наносишь макияж. Если ты думаешь, что хорошо выглядишь на фотографии, где тебе 20, хотя до сих пор всегда считала её ужасной. Если ты больше не знаешь имён всех новомодных актёров или певцов. Если кто-то говорит тебе, что у тебя сексуальный взгляд, а ты просто прищуриваешься, потому что не хочешь доставать очки. Если ты говоришь кому-то, что знакомы с ним с пелёнок. Если рассказывая анекдот десятилетней давности, ты понимаешь, что на самом деле слышала его лет 20 назад. Если ты предпочла бы лечь спать пораньше, чтобы побольше успеть на следующий день. Если биографии начинают казаться тебе необычайно увлекательными. Если тебе постоянно не терпится вернуться домой. Если твоя коллега родилась в год, когда ты получила диплом. Если тебя больше никто не спрашивает, собираешься ли ты завести ещё одного ребёнка. Если молодая женщина говорит, что надеется выглядеть так же, как порой выглядишь ты. Если, почувствовав боль, ты боишься, что это начало конца. Если у тебя один глаз меньше другого. Если, выбирая год рождения на веб-сайте, тебе приходится прокручивать всё ниже. Если система распознавания лиц на твоём телефоне не узнаёт тебя по утрам. Если тебе говорят, что ты чертовски сексапильна для своего возраста. И если ты улыбаешься в ответ на наивное замечание молодой женщины, тогда, как прежде, просто находила её глупой. И если ты думаешь, что у тебя на лице вмятина от подушки, а неделю спустя она не проходит. Ода несовершенству. Помнишь девчонок, которые пользовались успехом в средней школе? Тех, кому от природы были даны безупречные зубы? Тех, кого, как казалось, не затронул гормональный взрыв в период полового созревания, изводивший всех остальных? Тех, кто каким-то образом избежал угрей, вонючих ног и экзистенциальных тревог? Они могли съесть на завтрак шоколадный круассан, перекусить сладким блином и слопать на десерт профитроли, ни разу не прибавив и полкило. Они были пчелиными матками, которых жизнь решила одарить всеми самыми лучшими физическими качествами, вокруг которых мальчишки прорастали, как грибы по осени. Все, что им оставалось, — это наклониться и выбрать одного. Но что с ними стало? Несколько лет назад вы перестали слышать их имена, как будто тех самых девушек затмили другие, те, которых ты никогда нигде не видела. Эти другие девушки были не так эффектны и не так совершенны, но они работали с тем, что у них было. Некоторые из них даже превратили свои изъяны в торговые марки. Эти девушки решили, что их торчащий нос обладает некоторой сексуальной привлекательностью или что их неровные зубы на самом деле самая классная вещь на свете. Эти несовершенства, которые ненавидят девочки-подростки и учатся лелеять женщины, свидетельствуют о настоящей силе характера. Наши изъяны предоставляют нам возможность переопределить стандарты красоты, самоутвердиться вопреки, а иногда бросить вызов общему согласию. И мы утверждаем это настолько смело, что в конечном счете одерживаем победу. Нам повезло родиться с таким лицом, которое нам нравится. Или нет? К счастью, у нас есть целая жизнь для того, чтобы исправить несправедливость. Кризис среднего возраста Ты снова и снова слушаешь одну и ту же песню, думая о парне, от которого ты не ждешь ничего серьезного. Ты с неохотой поддерживаешь в себе иллюзию, что каждый день на протяжении нескольких часов ты ведешь себя как взрослая женщина. Но в мыслях ты далеко-далеко отсюда, и тебе кажется, что тебе снова 15 лет. Ты переживаешь расцвет буйного, потрясающего кризиса среднего возраста. Никто не предупредил тебя о нем или, возможно, плохо объяснили. Для тебя само по себе слово «кризис» ассоциируется с чем-то ужасным и болезненным. Кризис — это нечто, связанное с медициной, с семейными отношениями, с работой. Ты не поняла, что этот кризис мог бы стать восхитительным моментом, что к нему можно отнестись как к каникулам, что означало бы отодвинуть в сторону все дела и сосредоточиться на собственном удовольствии, чтобы сердце застучало от радости и ощутить такое биение жизни, какого прежде ты никогда не испытывала. Ты всегда думала, что кризис среднего возраста исключительно мужской недуг, поражающий в первую очередь потерявших чувства реальности парней, не способных смириться с тем, что они лысеют и лихорадочно пытающихся не выйти из игры. Тебе никогда не приходило в голову, что он поразит и тебя, что ты прыгнешь на эти американские горки, думая, что это возможно в последний раз, когда ты способна почувствовать себя такой легкомысленной, отбросить все сожаления и что мораль на этот быстротечный момент закроет на все глаза. Ты смотришь на других женщин, незнакомок, проходящих по улице, и гадаешь, многие ли из них, как и ты, хранят в душе тот же секрет. Это невероятное чувство, что в жизни нет ничего неизменного. По крайней мере, это не всегда так. Поэтому ты записываешь эти строки, чтобы сохранить на память об этих противоречивых эмоциях смешение радости и страха, таких же сильных и сложных, как те, о которых пишут в дневнике подростки в период гормонального взрыва. Ты уже чувствуешь, что скоро они станут достоянием прошлого. Кризис, по сути, своей. Приходящее состояние. Слава Богу. О пластической хирургии. Во Франции, если ты скажешь, что кто-то сделал подтяжку, это посчитают ужасным невежеством. Так не принято. Это вопрос вкуса, и речи не может быть о том, чтобы высказывать суждения об отношениях другой женщины с пластической хирургией. Так или иначе, эта тема у всех нас вызывает любопытство. Нам хочется знать, как чувствуют себя девушки, решившиеся на такой рискованный шаг. Мы рыщем по интернету, чтобы увидеть фотографии и до, и после, а потом начинаем колебаться, взвешивать. Нас одолевают тысячи вопросов. За и против. Я не хочу выглядеть, как дерьмовая версия кого-то еще. Минус. Кто отвергает прогресс. Плюс. Я хочу как можно дольше оставаться привлекательной. Плюс. Некачественные грудные импланты стоили мне жизни. Минус. Почему я должна изменять свою внешность, исходя из того, как другие смотрят на меня. Минус. Я делаю это не ради других, я делаю это ради себя самой. Плюс. Пока мне на это наплевать, я лучше подожду. Минус. Я не хочу прикасаться ни к чему, как можно дольше. Минус. Чем раньше ты начнешь, тем меньше у тебя будет морщин. Минус. Я не хочу пострадать от каких-нибудь постоперационных последствий. Минус. Я не хочу в конечном счете выглядеть обезображенной. Минус. Я не хочу выглядеть старой. Плюс. Я хочу с гордостью смотреться в зеркало, видя в нем саму себя. Плюс. Крохи мудрости. Советы от старшего поколения насчет возраста и хода времени. Мы слышали от их бабушек или их подруг, читали в книгах и интервью знаменитых женщин то мудрый совет, то странный, а то непонятный, совет, который застревает в памяти или вызывает смех. Предлагаем перечень самых популярных. Воспользуйся ими или оставь без внимания. После определенного возраста женщина должна выбирать между лицом и задницей. Никто вместо тебя не придет на твою могилу. Такова жизнь. Желание сражаться подлиннее, чем то, за что ты сражаешься. Чем старше становишься, тем быстрее бежит время. Ты строишь стену, выкладывая ее по кирпичику. Чем морщинистее твоя кожа, тем лучше должна быть выглажена твоя одежда. День рождения — это всего лишь еще один день, который следует за вчерашним. В твоей жизни не должно быть места зловредным людям. Не сожалей о том, чего ты не сделала, например, что не впадала в безумство или о том, что у тебя было не так много любовников. Если ты этого не делала, то от того, что в то время не испытывала такой потребности или не была к этому готова. Это было против твоей природы.